Продолжение следует... 159-165-177 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция – лишение свободы на срок до двух лет. Для уточнения информации свяжитесь с нашим специалистом по телефону. 8 800 555 5178. Звонок бесплатный. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Угу. Угу. Алло. Здравствуйте. 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 Компания МБА-финансов, специалист отдела взыскания Мишин Иван Николаевич. Мишин Иван Николаевич, да? Да. Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, верно? Да. Дмитрий Евгеньевич, 27 июля, 72-го года рождения, правильно? Не помню. Не помните? Как так? Забыли, когда родились? Очень плохо. А про кредит вы помните перед автоматическим банком открытия? Вы из банка? Которого оформили в декабре 2014 года, которому вы не платили на протяжении 50-60 дней. Сумок, который составляет у вас уже 610 тысяч. Вспомнили, Дмитрий Евгеньевич? Да, спасибо, вспомнил. Замечательно. Ну, очень хорошо. Тогда, наверное, вспомнили, почему его не погашаете. Ответьте, пожалуйста, по какой причине? А вот, дорогуша, не получится у тебя ответ получить. В твою компетенцию не входит получать от меня ответы. Твоя задача на основании агентского договора ознакомить меня с информацией. Да-да, я скажу, но я же тебя послушал, имей совесть. Ну ты что? Предупредить о возможных последствиях. Не будешь слушать, да? Ты вынуждаешь меня на конфликт? Нет. Нет? Тогда послушай, пожалуйста. А то же у вас сначала робот наш кошмарит клиентов, потом какие-то... Да робот там меня по 177-й посадить собирался, да. Ну кто там звонит? По 159-й. Это богатая фирма, иметь своих роботов. И ты работаешь в этой богатой фирме. Благодаря таким идиотам, как ты, она богатеет. Нет, я никого ничего не позорю. Давайте... Ты не позоришь-то, сам себя позоришь. Еще тебе не хватало кого-то позорить. Давайте сразу скажу, что мы имеем право, как все получают ответы, потому что все главные законы разговора предоставляются в банк. Мы передаем информацию вам, да, по текущему договору, но также от вас передаем информацию в банк. В данный момент... Это что, обязывает меня тут распинаться перед тобой, что ли, или что? Нет. Я вам задал вопрос. Я вам задал вопрос. Ну, я тебе и ответил, что ты не получишь на него никакого ответа. Максимум, мы можем с тобой поддискутировать на предмет юридических знаний твоих и моих. Насколько они у тебя ограничены, и насколько я превосхожу тебя вот в этом формате. Ну, дело в том, что, дружок, я, в отличие от тебя, 14 лет юриспруденцией занимаюсь. Я практикующий адвокат. Да. Очень хорошо. Очень хорошо. Ну, конечно, хорошо. А это я тебе не буду давать ответ. Полмиллиона. Ну, ладно тебе. Ну, как? Да больше, ты почти угадал. Три с половиной миллиона. Три с половиной миллиона долгий у меня. Три с половиной миллиона. Да, 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 да. Хороший адвокат. Хороший адвокат. Конечно, потому что я плачу по 500 рублей. И жду не дождусь, пока твой там банк, который тебе делегировал, как ты утверждаешь, отношения. Я его не покупал. Да куда тебе? Тебе ведро помойное купить на твои доходы. Практикующий адвокат, должны понимать. Да. Ну, ты приготовился быть обосранным? Давай, задавай свои вопросы. А вы практикующий адвокат, знаете, с какой культурой общения? Я разделяю, я разделяю очень аккуратно, с кем культурно общаться, а кого посылать в лес. Сейчас ты еще максимально культурный диалог слышишь. А, это максимально культурный диалог. Да, в отличие, вот, в отношении к тебе, придурок. Но если у вас данные, в непосредственном выражении, считай, это максимально культурный диалог. Да нет, ты по делу давай говори, что ты на эмоции-то переходишь. Тебе, я понимаю, неприятно. А ты мне можешь ответить, что тебя толкнуло пойти на эту работу, вот, коллектором, а? Ну, объясни, пожалуйста. Просто сегодня будет человек, что надо сказать? Какие эмоции? У тебя эмоции, у тебя сейчас подрывает там, ну, тебя там пердак рвет же, да? Ты нарвался на адвоката и боишься даже сейчас продолжать разговор. Потому что, не дай бог, вот твоих знаний вот этих начальных не хватит. Потому что методичка, она... Да, продолжим, хорошо. Давай. На данный момент СВАЗБАС, наставание 37-й статьи гражданского кодекса требуется. Какой статьи? Еще раз, плохо слышу. Номер статьи скажи. Номер статьи. 307, гражданского кодекса. 307, так, что там написано? Да. Ну, у тебя сейчас методичка перед глазами, что там написано? Вот просто цифра 307, дальше что? И в колледже. Методички в универах и в колледже, Дмитрий Евгеньевич. У меня методички нет, я и сам это считаю. Ну, тогда объясни мне, что написано в статье под номером 307? Чего ты? Причем, Дмитрий Евгеньевич, написано, что... Ага. Только не заголовок читай, а всю, прочитай мне. Ну, давай, давай, давай. Ну, хорошо, заголовок прочитай. Заголовок прочитай, как вас там учат. Страшные слова прочитай. Чего ты, на память хочешь сказать, что помнишь? Можно я уже отвечу на ваш вопрос? Разрешаю. Спасибо вам большое, товарищ. Пожалуйста, пожалуйста. Так вот, 37 статья, гласите, что непосредственно согласно условиям вашего договора, который заключается с банком, банк на основании договора, называется статья, понятие обязательства, требует от вас исполнения ваших обязательств. Вернуть денег за исключение или выполнить какие-то услуги. Вот как раз таки на данный момент, Дмитрий Евгеньевич. Слушай, дурачок, а ты здесь при чем? Вот между моими отношениями с банками и ты. Это я требую, Дмитрий Евгеньевич. Я сказал, что это я требую. А что ты сказал? Лихой адвокат, должны понимать, что мы являемся... А где документы, брат лихой? Где документы от банка и... Товарищ адвокат, Витрий Евгеньевич. Волнуешься, я вижу, волнуешься. Ну, давай. А закомки, пожалуйста. Нет, я просто не волнуюсь, я просто вас не понимаю. Как вы... Ну, тяжело тебе, конечно, без мозгов-то, небось. ...практика и не понимает этого. Кого? Чего? Я должен понимать. Статья 105 Гражданского кодекса «Агентский договор» подразумевает обязательное уведомление всех сторон, участвующих в договоре, о появлении в договоре нового посредника. Почитай вот ту статью, на основании которой агентский договор заключен. Почитайте еще раз, пожалуйста. Что тебе продиктовать? Портарите, пожалуйста, все, что вы... Обойдешься, надо внимательнее слушать. Я тебе скажу, что в любом договорном формате, если появляется третье лицо, каждая сторона должна быть уведомлена письменно или устно. Мне никто ничего не сообщал. Да ладно тебе. Где у меня документы от банка? И доверенность на как там, Мишин, да, тебя, так я с тобой бы, знаешь, как вежливо бы общался, я бы тебе на «вы» говорил, я бы даже с тобой встречу попытался назначить. А у меня этого ничего нет, дружок. Я его читаю каждый день по пять раз, у меня работа такая. Я защищаю людей, понимаешь? Да, и прочитайте еще раз, там нет ни одной из вас сильных ответов, ни одного из прав, ни одного. Слушай, откуда вас берут таких идиотов, а? Вот непуганных каких-то. Вот ты что, неужели ты уверен в том, что ты говоришь, а? Тебе вот что, не взяло то, что ты с человеком разговариваешь с компетентом, а сам ты упыль, который не знает себе места. Что от тебя? Прочитаю. Что ты там прочитаешь? Ну, прочитай, давай, прочитай. Давай, загуглил, прочитай. Да нет, ты говори нормально, читай, тебя в ютюбе будут слушать, ты что, ты что там тараторишь? Ты прочитай нормально. И про принципиалы, и потом скажи мне, кто такой принципиал, и на нем есть обязанности. Витя, Евгений, Витя, пожалуйста, четыре пункта содержит один договор, глава данная, непосредственно, что я вернусь, это не одного, непосредственной поправки, или какую-то фразу, что вас обязаны издавлять. Тем не менее, подтверждающие документы находятся в банке открытия. Вы можете прийти филиал? Да ладно, а может, я в Таиланде сейчас? А вы, пожалуйста, перекрати... А мне тут филиала банка. Продите, пожалуйста, гражданский кодекс. А Таиланд в Африке. Вы знаете свою ошибку, Дмитрий Евгений. Таиланд замечательный. Что, не в Африке думаешь? Зато в таком географии нашей... Ну, хоть тут ты сориентировался, на уловочку не попался, да? А то вы, Дмитрий Евгеньевич, 14 лет занимаетесь практикой и сердечных связей... Что, тебе завидно, что ты на этом заострился-то, или что? Ну, тебе не суждено, тебе попрошайкой телефонной суждено работать всю жизнь. Я на данный момент фиксирую отказ от исполнения ваших... А что тебе остается еще раз? Очень нравится общаться с такими... Да потому что ты идиот, вот тебе и нравится. Нет, мне просто нравится общаться с людьми, которые думают, что они во всем правы. Да. Слушай, ты в Ютуб можешь зайти? Я заглавлю специально Миши... Я там не работаю, в Альянс Финансе уже. Компания по-другому называется. Если у вас, Дмитрий Евгеньевич, такой стар, 14 лет, не менее, имейте долги 3 миллиона... Ну, потому что организация ваша давно могла развалиться, так что всего доброго... Ну, тебе кажется, ты крестись, придурок. На свидание, Дмитрий Евгеньевич... Тебе не кашлять, уебок. Так нормально? Ютуб смотри! Я заглавлю Мишин, канал Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. Зайди на Ютуб, посмотри, что он... Субтитры сделал DimaTorzok